Здравствуйте! Сегодня урок по курсу «Человек-общество» в 10-м классе проведу я, Фатьянова Мария Александровна. Предлагаю вам посмотреть небольшой отрывок из кинофильма «Вождь краснокожих» по рассказу о Генри. Можно рискнуть. Риска никакого, все очень легко и просто. Пока ты здесь прохлаждался, я все подготовил. Слушай меня внимательно. Нашей жертвой я выбрал единственного сына самого видного из горожан. Его имя Эбенезер Дорсет. Папаша выложит за своего сынка 2000 долларов, никак не меньше. Не перебивай. Завтра берем шарапан в соседней деревне. Дом Дорста стоит на окраине городка. После обеда едем. Берем драгоценного младенца. Прячем его в пещере. Пишем письмо папаше на счет выкупа. Получаем деньги. Младенец сопляк идет обратно. А мы в западной Ильинойс на крупное дело. Что задумали главные герои фильма? Украсть ребенка и потребовать за него выкуп. Как мы можем охарактеризовать действия главных героев? Правонарушением и преступлением. Какая отрасль права будет рассматривать действия главных героев фильма «Вождь краснокожих»? Уголовное право. Вы, наверное, уже догадались. Тема нашего урока «Уголовное право и ответственность. Коррупция». Сегодня мы рассмотрим следующие вопросы. Особенности уголовного права. Понятие преступления и уголовные проступки. Ответственность в уголовном праве. Коррупция. Что такое уголовное право? Это самостоятельная отрасль права, регулирующая отношения, связанные с преступлением, уголовным проступком и наказанием. Немного об истории слова «уголовное». На языке европейских народов она звучит как наказательное право или криминальное право. По мнению Спиранского термин произошел от того, что законы уголовные – это те, где дело идет о голове, то есть о жизни. Связано оно с термином «головщина», «душегубство», «убийство». Вспомним признаки правонарушения – это действие и бездействие. Выполним небольшое упражнение. На экране вы видите примеры правонарушений. Подумайте и определите, какие из них будут относиться к действию, а какие – к бездействию. Проверим. Действие – это кража, драка, превышение скорости на автомобиль. Бездействие – это халатность директора, проезд без билета, уклонение от воинской повинности. Само правонарушение подразделяется на проступок и преступление. Разберем, что является проступком, а что преступлением. Проступок – это виновное, противоправное деяние, действие или бездействие, причиняющее вред или создающее угрозу причинения вреда личности, обществу или государству, наказание за которое предусмотрено Кодексом о проступках. Преступлением признается общественно опасное, виновное и наказуемое деяние, действие или бездействие, предусмотренное уголовным законом Кыргызской Республики. Необходимо понимать различие степени тяжести между проступком и преступлением. Наказание за проступок является мерой уголовно-правового воздействия. Привлечение лица к ответственности предусматривается по Кодексу о проступках Кыргызской Республики и не влечет за собой судимость. Наказание за преступление является одним из видов принудительных мер уголовно-правового воздействия. Привлечение лица к ответственности предусматривается по Уголовному кодексу Кыргызской Республики и влечет за собой судимость. К лицам, признанным виновными в совершении проступка, судом могут быть применены следующие виды основных наказаний с их градацией от менее строгого до более строгого. Это общественные работы, ограничение свободы, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, исправительные работы, штраф, арест в отношении военнослужащих. Запомним, источниками уголовного права являются Кодекс о проступках Кыргызской Республики, принятый 1 февраля 2017 года. Уголовные правоотношения представлены тремя аспектами – субъект, объект и содержание. К субъектам уголовных правоотношений относятся преступник и государство. Субъектом преступления является физическое вменяемое лицо, совершившее преступление в возрасте, с которого в соответствии с настоящим кодексом наступает уголовная ответственность. Возраст наступления уголовной ответственности – 16 лет. В исключительных случаях уголовная ответственность наступает с 14 лет. Запомним некоторые действия, за которые несут уголовную ответственность 14 лет. Это убийство, причинение вреда здоровью, изнасилование, похищение человека, торговлю людьми, кражу, грабеж, разбой, вымогательство, угон автомототранспортного средства, акт терроризма, хищение или вымогательство огнестрельного оружия, хулиганство, незаконное изготовление наркотических средств. Уголовной ответственности не подлежит лицо, которое во время совершения деяния находилось в состоянии невменяемости, то есть не могло осознавать фактический характер и вред своего действия или бездействия, или руководить им вследствие хронической душевной болезни, временного психического расстройства, слабоумия или иного болезненного состояния психики. Объект преступления – это права и свободы личности, общественный порядок и безопасность, конституционный строй нашего государства. Содержание уголовного права являются права и обязанности субъектов в конкретном правоотношении. Согласно статье 18 Уголовного кодекса Кыргызской республики, преступлением признается общественно опасное, виновное и наказуемое деяние, действие или бездействие. Общественно опасное и противоправное, противозаконное деяние может быть признано преступлением только в случае, если оно виновно, то есть совершено умышленно или по неосторожности. Преступление считается совершенным умышленно, если лицо его, совершившее, сознавало общественно опасный характер своих действий, предвидело его общественно опасные последствия и желало прямой умысел или сознательно допускало косвенный умысел наступления этих последствий. Преступление признается совершенным по неосторожности, если лицо, его совершившее, предвидело наступление общественно опасных последствий своего поведения, но легкомысленно рассчитывало на их предотвращение, то есть преступная самонадеянность. Либо не предвидело наступление таковых последствий, но должно было или могло их предвидеть, то есть преступная небрежность. Важным признаком преступления является наказуемость. Наказание – это мера принуждения, применяемая от имени государства по приговору суда к лицу, признанному виновным в совершении преступления. Преступления подразделяются на менее тяжкие, тяжкие и особо тяжкие. К менее тяжким преступлениям относятся преступления, за которые может быть назначено наказание, не связанное с лишением свободы, либо в виде лишения свободы на срок не более 5 лет. К тяжким преступлениям относятся преступления, за которые может быть назначено наказание, в виде лишения свободы на срок свыше 10, либо пожизненное лишение свободы. К лицам, признанным виновным в совершении преступления, судом могут быть применены основные виды наказаний, не связанные с изоляцией от общества. Это общественные работы, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, исправительные работы, штраф. И связанные с изоляцией от общества. Это содержание в дисциплинарной воинской части, лишение свободы на определенный срок, пожизненное лишение свободы. В качестве дополнительных видов наказания судом могут быть применены лишение специального воинского почетного звания, дипломатического ранга или классного чина, лишение государственных наград. Запомним виды наказаний, применяемые к несовершеннолетним по Уголовному кодексу Кыргызской Республики, зафиксированные в статье 106. Это общественные работы, исправительные работы, штраф, лишение свободы на определенный срок. В уголовном праве также отмечены обстоятельства, которые не являются преступлением. Это необходимая оборона. Каждый имеет право на необходимую оборону, даже если у него была возможность избежать посягательств или обратиться за помощью к правоохранительным органам или другим лицам. Однако, необходимая оборона будет правомерна лишь в тех случаях, если были соблюдены определенные условия, относящиеся к посягательству и защите. Во-первых, защита может выражаться в действии, которое состоит в причинении физического или имущественного вреда посягателю. Во-вторых, вред может быть причинен только посягающему. Причинение вреда третьему лицу исключает правомерность защиты и влечет за собой ответственность на общих основаниях, в зависимости от наличия вины. В-третьих, защита должна быть своевременной, а оборона считается правомерной, если она осуществляется в пределах того времени, которое занимало посягательство. Продолжение обороны после окончания посягательства не может считаться необходимой. И в-четвертых, защита должна быть соразмерной, то есть соответствовать характеру степени посягательства. Проанализируем примеры. Ольга и Марат были мужем и женой, имели двоих детей, двух и семи лет. Марат занимался продажей верхней одежды, товар хранил дома. Двое незнакомых ребят пришли к ним вечером на квартиры, чтобы купить спортивные костюмы. Марат показывал им вещи, а Ольга находилась с ребенком в другой комнате. Неожиданно один из незнакомцев напал на Марата сзади, и они стали сбивать его. Марат был физически крепким и сбил одного из нападавших. Второй нападавший ударил Марата вазой по голове, и тот без сознания упал на пол. Услышав шум, Ольга вышла из комнаты и увидела мужа, лежавшего без сознания на полу. Она побежала на кухню, схватила лежащий на столе нож, бросилась на незнакомца и стала кричать о помощи. Незнакомец защищался и порезал руку. На крик сбежались соседи и помогли задержать нападавших. Суд признал нападавших виновными в попытке совершить грабеж, а Марата и Ольгу за причинение телесных повреждений нападавшим оправдал, так как они действовали в пределах необходимой обороны. Вторая ситуация. Когда Эрик и Марипа возвращались вечером домой, возле дома к ним стали приставать трое пьяных ребят. Двое начали сбивать Эрика, а третий тянуть Марипу за угол дома. Оба звали на помощь. Эрик вырвался, поднялся к себе в квартиру, схватил нож и выбежал на улицу. Соседи уже освободили Марипу и задержали напавшего на нее незнакомца. В это время Эрик подбежал и ударил его ножом. От полученной раны незнакомец умер в больнице. Эрик будет нести уголовную ответственность за смерть нападавшего, так как превысил пределы необходимой обороны. И удар ножом нанес в тот момент, когда угрозы нападения на него и Марипу уже не было. Валентин Петрович сидел на скамейке у своего дома и видел, как его с отец разговаривал с незнакомым мужчиной. Неожиданно незнакомец стал избивать соседа. Пытаясь прекратить избиение, Валентин Петрович поднял камень и бросил незнакомца. Камень попал ему в висок, отчего незнакомец умер. Валентин Петрович будет отвечать за смерть человека, так как его действия вышли за пределы крайней необходимости. Прекратить избиение он мог другими способами. Строго крикнуть на нападавшего, ударить его кулаком или ногой, позвать людей на помощь. Общественно полезным действием считается задержание преступника. При задержании ему может быть причинен вред. В таком случае причинение вреда будет признано правомерным, лишь при условии, что иными средствами задержать данное лицо не предоставлялось возможным. Важно подчеркнуть, что речь идет о задержании именно преступника, лица, совершившего преступление, а не иное правонарушение. Право на задержание преступника принадлежит всем гражданам, а для некоторых категорий граждан является служебной обязанностью, к примеру, для работников милиции. Часто распространенным преступлением является коррупция. Коррупция – это действие должностных лиц, которые, обладая властными полномочиями, используют свое служебное положение, предоставляя льготы другим в ущерб государству и обществу. Раньше в Уголовном кодексе о коррупции, как о преступлении, не упоминалось. Из-за этих действий никто не мог быть привлечен к ответственности. С 1 января 1998 года в Уголовный кодекс Кыргызской Республики введена новая глава 44, статья 319-331 действующего кодекса, которая дает юридическую формулировку понятия коррупции и определяет меру наказания. Теперь коррупция в нашей стране является преступлением. Предлагаю вам посмотреть видеоролик, показывающий последствия коррупции. Продолжение следует... Ребята, для закрепления изученного на уроке предлагаю вам решить кроссворд. По горизонтали. Второй вопрос. Один из признаков свойств правонарушения, свидетельствующие о несоответствии деяния предписаниям норм права, нарушающие установленное в них правило. По горизонтали номер 3. Запрещенность общественно опасного деяния уголовным законом не означает лишь декларирование этого, а предусматривает установление за его совершение соответствующего наказания. И по вертикали под номером 1. Это субъективная либо общественная характеристика, определяющая наличие ответственности за совершенные деяния. Проверим кроссворд. Это три основополагающих слова «виновность», «противоправность» и «наказуемость». Выберите правильный ответ. Обстоятельством, исключавшим противоправность деяния, является «состояние необходимой обороны», «состояние крайней необходимости». Оба ответа верны или нет верного ответа? Проверим. Правильный ответ. Оба ответа верны. Какой из признаков преступления характеризуется тем, что лицо осознавало, что она действует противоправно, что его деяние повлечет опасные последствия, и тем не менее его совершило? Это «виновность», «противоправность», «общественная опасность»? Или здесь нет правильного ответа? Правильный ответ – это «виновность». Под «виновностью» как признака преступления понимается психическое отношение лица к совершаемому деянию в форме умысла, прямого или косвенного. Вспомним, что такое состояние невменяемости. Это когда человек находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, находится в состоянии аффекта, страдает психическим расстройством или переоценивает свои физические возможности. Правильный ответ – страдает психическим расстройством. По общему правилу уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления 18-летнего возраста, 16-летнего возраста, 21-го года, с 15-летнего возраста. Правильный ответ – 16-летнего возраста. «Реши мне большую задачу». Багиров, проживая в гостинице, похитил из соседнего номера у Джамалула 20 грамм гашиша. На другой день в квартире Исаева Багиров предложил 14-летнему Садыкову выкурить сигарету, пообещав ему необычный кайф от этого. Садыков выкурил предложенную сигарету. Следствием установлено, что хозяин квартиры Исаев на протяжении года предоставлял свою квартиру различным лицам для употребления наркотиков, за что получал деньги и спиртные напитки. Определите, кто и за какие преступления будет нести ответственность. 14-летний Садыков в силу своего несовершеннолетия ответственности подлежать не будет. Исаев, хозяин квартиры, которую он по сути превратил в притон, подлежит ответственности за организацию и содержание притонов для употребления наркотических средств. Следующее лицо в данной истории – это Багиров. Он виновен в склонении несовершеннолетнего к потреблению наркотических средств и хищении наркотических средств в крупном размере. Джамалов виновен в хранении и сбытии наркотиков. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте! Продолжение следует...